Он внимательно слушает, изредка задает наводящие вопросы. На столе уже несколько листов, исписанных от руки, пометки, чтобы чего не забыть. Обращений от граждан много и каждый случай требует повышенного внимания, а порой и особого подхода. Задачи подобных встреч с гражданами Вячеслав Фетисов сформулировал предельно кратко. Слышать людей, помогать решать вопросы, формировать изменения в законодательстве, для того, чтобы упростить жизнь, ну и все, что связано с благополучием людей. Большинство посетителей – люди с активной жизненной позицией. Множество обращений, что называется по существу. Некоторые посетители представляют инициативные группы. Люди приносят кипы документов, с которыми приходится знакомиться буквально на лету. Бывший спортсмен общается с пришедшими на равных и от фото на память не отказывается. В партию пришла в Единая Россия только исключительно из-за того, чтобы найти таких же активных людей, как сама. То есть люди, да, в душе патриоты, они хотят изменений. И поэтому я очень благодарна, что Вячеслав Александрович приехал. Во-первых, я давно мечтала о нем поговорить с бывшим хоккеистом. Это легендарная личность, и для меня это импонирует, что я говорю с человеком, с которым мне интересно говорить, потому что я сама старая спортсменка, и для меня это очень все знакомо и работает. Общение абсолютно неформальное. И что характерно, в подобных встречах зачастую участвуют не только взрослые граждане, но и подростки. С ними депутат также находит общий язык. По крайней мере, в нашем классе большинство мальчишек, они очень любят урок физкультуры. А что вы там делаете-то? Сначала, чаще всего, у нас бег через стадион. Михаил Юрьевич Серяпов и его сын Константин обсудили возможность передачи школы в Горках из федеральной собственности в муниципальную. По их мнению, такое положение вещей позволит эффективнее вести хозяйственную деятельность учреждения. Естественно, что подобные вопросы решаются только на самом высоком уровне. Администрация Ленинского района, Московская область, не является учредителем, а учредителем является Министерство образования и науки Российской Федерации. Поэтому решение этого вопроса, компетенция его решения, относится как раз к Министерству образования и науки Российской Федерации. Проблемы в этом кабинете не делятся на большие и маленькие. Да в целом и сами люди прекрасно понимают, что беспокоить по пустякам законодателя не нужно. По словам самого депутата, главная польза от таких встреч в том, что нередко частная проблема, с которой обращается гражданин или инициативная группа, способна даже инициировать внесение поправок в законодательство. Проблемы, которые будут компоноваться как массовые, наверное, нужно будет отдельные мероприятия проводить, поэтому, чтобы услышать людей. И потом на площадке Государственной Думы, Областной Думы, вместе с правительством и с муниципалитетами решать те задачи, которые людей волнует. Подобные встречи уже стали хорошей традицией в Ленинском районе. Для желающих требуется предварительная запись. Но если вы просто придете в приемные часы, вы также сможете пообщаться с депутатом, как говорится, в порядке живой очереди. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова